Я думаю, что мы смотрим на реальность. Прежде всего, то, что Энтони Блинкен внезапно увлекся идеей конструктивного диалога с Россией. Это само по себе нуждается в оценке. Почему? И ответ прост. США проиграют на всех фронтах. Не было никакой необходимости, не было никакой спешки в содержательном диалоге, когда Россия представила два проекта договоров, а 17 декабря прошлого года мы их просто проигнорировали. Не было никакой спешки, не было диалога с Россией, когда Россия занималась поставкой оружия и вооруженных сил, но мы тогда не спешили. Мы бессловно спешили задушить Россию и ввести массированные санкции, нацеленные на весь спектр российской экономики. И мы не спешили вступать в диалог с Россией, чтобы попытаться остановить эти санкции. Так почему же прямо сейчас? И ответ прост. Мы проигрываем на всех фронтах. Мы проигрываем на военном фронте. Европа разоряет свои военные запасы, пытаясь укрепить Украину. Мы только что потратили целое лето на перевооружение украинских бригад, которые буквально убиваются на поле боя, пока мы здесь говорим. Но это нормально, потому что, знаешь, есть целая группа других украинских войск, проходящих подготовку. И поэтому мы просто продолжим бросать их на поле боя, пока последний украинец остается на ногах. Но знаете, что произойдет? То, что последний украинец, который остается на ногах, он упадет. И когда он упадет, война закончится, и мы проиграем. Мы проигрываем это. Нет ни одного военного профессионала, который сказал бы, о, нет, мы побеждаем. Нет. Я не говорю о Марке Хартинге, я не говорю обо всех этих экспертах, которые сидят в студиях CNN и MSNBC. Бывшим генерале Петреусе, я не говорю об этом. Им платят за то, что они лгут. Я говорю о действующих офицерах. Они не будут сидеть там и говорить вам прямо в лицо, что мы побеждаем. Ни один профессионал этого не скажет, потому что они знают, что мы проиграем. Мы также знаем, что Европа вот-вот рухнет политически. И вместе с ней любая концепция европейского единства, включая единство НАТО, которое уже глубоко расколото. Просто не по теме, мы можем довольно скоро увидеть, как Турция начнет войну против Греции. Это значит, что Турция начнет войну против Франции. Это означает, что НАТО будет воевать с НАТО. Ура, ребята, единство НАТО, вот оно. Мы теряем это, и экономически Европа просто погибает. Их промышленность закрывается, у них нет запасов газа, необходимо, чтобы пережить эту зиму. Я не верю, что хоть один политический чиновник, ответственный за реализацию этой самоубийственной политики, переживет зиму. Политически переживет. Они будут отстранены от должности. И так внезапно Тони Блинкен захотел поговорить с русскими. Удивительно, когда ты получил пинок под зад, теперь ты хочешь говорить с русскими? Тем временем, вернемся назад, мы живем в Ла-Ла-Лэнде, полностью оторваны от реальности. Видите ли, Блинкен живет в реальном мире. Он сидит там и получает настоящие брифинги. Он знает, что происходит на самом деле. И поэтому ему действительно нужно поговорить с русскими. Тем временем, Конгресс живет в совершенно искусственном мире, где они являются исключительно нацеленными на будущее. И Даяна об этом, конечно, скажет. И Джефф, ты тоже можешь сказать? Им нужно иметь дело со своими избирателями. А у нас есть избиратели в Америке, которые купились на наркотик, русофобии. Это самая простая вещь в мире. Я хочу выиграть голосование. Это сделала Россия. О, да, детка. Мы научились этому маккартизму. Это самое простое, что можно сделать. Кстати сказать, этот страх. Потому что страх проистекает из невежества, а средиамериканец прискорбно невежественен в отношении России. Так что же делать наши ответственные конгрессмены и сенаторы? Они просто разжигают страх. Вы видите, это прямо сейчас. Линдси Грэм и... И этот, как его... Черт возьми, как этот парень из Коннектикута. Я не могу вспомнить его имя, но он сенатор, он демократ. И они говорят одно и то же. Мы хотим, чтобы Россия была в списке террористов. Они террористы. Джо Байден мудро сказал. Нет. Почему? Потому что Россия разорвет все дипломатические отношения. Любой, кто изучал историю глобальных конфликтов, понимает, что одним из первых предвестников начала войны с кем-либо является разрыв дипломатических отношений. Брекину нужно говорить с русскими. Они не имеют никакого общения с русскими. Итак, президент Мудро сказал нет. Но Конгресс считает, что это неправильно. Они нерациональны, они иррациональны. И они пытаются завоевать голоса в этот очень политизированный момент. У нас приближаются промежуточные выборы. Так что вряд ли вы найдете в Конгрессе хоть одного избранного чиновника, который сказал бы, «Эй, я думаю, что диалог с русскими — это хорошо». Этого просто не произойдет.